Сегодня многие стараются помогать сиротам, пока те воспитываются в детских домах. Кто-то помогает материально, кто-то приезжает с концертом, кто-то, как это сделали мы, сотрудники телерадиокомпании, приглашает на экскурсию. Но стоит ребенку вырасти и выйти за ворота учреждения, число благотворителя, которое готово подарить свое участие, резко уменьшается. А ведь именно в этот момент, когда человек делает свои первые шаги в самостоятельной жизни, ему как раз приходится труднее всего. Какую специальную подготовку необходимо пройти, чтобы чувствовать себя уверенно, став взрослым? Наверное, самый верный путь для воспитанников детского дома – это иметь старших товарищей, которые будут готовы уделять внимание и поделиться своим опытом. У воспитанников детского дома города Гродно такие старшие товарищи есть. Это участники волонтерского отряда под названием «Розовый слон». Отправляемся на поиски добрых людей. Очень сложно выделить самых-самых, когда речь идет о группе людей, которые делают одно общее дело. Здесь нет руководителей и подчиненных, главных и второстепенных, есть единомышленники. Участники волонтерского отряда «Розовый слон» идут привычной дорогой. Вот уже несколько лет они общаются с воспитанниками детского дома города Гродно. Это учреждение образования существует уже полтора десятка лет. За эти годы из его стен вышли в самостоятельную жизнь 153 ребенка, которые закончили 9 классов, и 72 ребенка, которые нашли свою семью – опекунскую, приемную или же были усыновлены. За 16 лет очень много, конечно, изменилось в детском доме. Не изменилось, наверное, одно, что это дети, дети, которые остались без родителей. Мы можем обеспечить ребенка полноценным питанием, мы можем его одеть, мы можем его научить, мы можем ему дать образование. Но, конечно, самое главное, наверное, это взаимоотношения, взаимоотношения в семье, взаимоотношения с родителями, взаимоотношения дочки с мамой, мама с сыном, папа с дочкой, папа с сыном. Вот эти вот детальки, которые неуловимые, которые мы не можем даже нащупать, как они, вот этого им, конечно, не хватает. В детском доме ребята живут. Здесь же проявляют свои творческие и спортивные таланты. Занимаются в различных кружках и секциях. На сегодняшний день воспитанников не так много, чуть больше 50. Еще совсем недавно было 100 с лишним. Кстати, на учебу ребята ходят в разные школы. Номер 3, 12 и 15. Занятия спортом – отдельная страница в жизни воспитанников детского дома. Спортзал не пустует никогда. Здесь постоянно проходят занятия по подготовке к различным соревнованиям или же просто ребятам активно отдыхают. Коллекция кубков говорит не просто о высоких спортивных достижениях, а даже о появлении настоящей традиции – быть первыми во многих чемпионатах. Кружок декоративно-прикладного искусства под названием «Скарбонка» – это мир фантазии и творчества, куда ведет ребят за собой педагог с горящим сердцем. Каждое занятие – это кропотливый труд для умелых рук и рождения все новых и новых идей. Идеи подбрасывает и дети нас, и Ксюша из ничего может придумать и никогда не сделает повторно то, что предложено. Обязательно свои элементы какие-то вносит Вика, фантазер большой. По изготовлению букетов из конфет все ребята уже могут дать мастер-класс. Опыт в свифт-флористике, а именно так называется это творческое направление, у каждого участника «Скарбонки» немалый. Своим педагогам, спонсорам, гостям, а также ветеранам ребята подарили десятки сладких букетов. Мы увлеченно работаем и готовим, как весна, цветы. И эти цветочки у нас урешают на многие-многие моменты жизни. Мы вот подарили, 60 вот таких вот поделок сделали и подарили каждому сотруднику на 8 марта. Кстати, творческие работы украшают не только стены мастерской. В здание отведена отдельная комната для выставочного зала. Да, это все цена, потому что все, что здесь находится, любая работа, тесно связана с традициями нашего белорусского народа. Сюда, в выставочный зал, каждый год заглядывают выпускники. Кто-то просто полюбоваться и вспомнить, как создавалась та или иная работа. А кто-то, чтобы попросить свои изделия на память. Поэтому коллекция постоянно пополняется и обновляется. Появляются все новые и новые работы, выполненные в различных техниках. Здесь сувенирные куклы соседствуют с коллекцией подарочных мешочков, а авторская серия открыток размещается неподалеку от причудливых декоративных бутылок, заполненных подкрашенной солью. Расшитые рубашки – это тоже от и до творения рук воспитанников детского дома. Особая гордость – этнографический уголок. Его потенциал используется постоянно. Здесь проходят обрядовые праздники и занятия для дошкольников. Здесь старшие ребята могут организовать экскурсию и рассказать, какую, например, символику имеет колядный паук. Приятные хлопоты связаны и с уходом за домашними животными в зооуголке. Их не так много – три песчанки, несколько хомячков, крысам, аквариум с рыбками. Но зато характер, повадки и потребности каждого питомца – Вова Генералов, который провел для нас небольшую экскурсию, изучил очень хорошо. Тут живет хомячок. Его зовут Масяня. Он кушает яблоки, капусту, морковку, семечки. Он катается каждую ночь на барабане. Мы их кормим, и что им нужны? Кормы, витамины. И вот когда у нас рождаются маленькие детеныши, мы их отдаем в зоомагазин и меняем на корм. Вот они какие – воспитанники детского дома. Самостоятельные, уверенные в себе, активные. Казалось бы, они заняты так же, как любые другие ребята. Но все же… Самое главное, наверное, это общение детей. То, что им не хватает. А не хватает им именно общения человеческого, постоянного. Да, здесь работают профессионалы, хорошо работают, и дети увлечены. Но все равно нас они воспринимают как должное, как педагогов, как воспитателей. Я думаю, что не как старшего друга, а как учителя. А когда рядом просто товарищ, который не претендует на учительскую какой-то ранг, и не будет тебе читать мораль, а такой же, как и ты, может, чуть-чуть старше. И вот его мнение может быть даже ценнее, чем мнение руководителя, мнение педагога, мнение воспитателя. Вот это взаимоотношение и общение с детьми, наверное, с верстниками, со старшими ребятами – это очень важно. Важно еще по одной причине, потому что, оказывается, можно не курить. Вот смотрите, у нас ребята-волонтеры, они не курят. Понимаете? То есть курить уже не модно. Когда я им это рассказываю, это прописные истины. Когда рассказывают вот это 17-19-20-летний парень или девушка, делится своими мыслями, то это совсем по-другому слышится и совсем по-другому воспринимается. Поэтому, конечно, приветствуем волонтерское движение, это очень важно и очень хорошо. И мне кажется, что да, и финансовая помощь, конечно, необходима. Да, необходима. И моральная поддержка. Мы это должны обеспечить, мы это обеспечиваем. А вот эти вещи, которые дают посторонние совершенно люди, мы этого сделать, в принципе, не можем. И вот это, наверное, часть той социальной адаптации этих детей в обществе. Группе «Розовый слон» 5 лет. Она создавалась как общественная инициатива, а недавно получила официальный статус. Вошла в состав Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста и стала волонтерским отрядом. Позади много проектов, проведенных для воспитанников детского дома. Но и сегодня участники отряда «Розовый слон» не утратили прежней энергии. Они периодически встречаются для обсуждения все новых идей, а потом их предлагают ребятам и сотрудникам детского дома. Сотрудники детского дома, большое им спасибо, они вообще всегда откликаются. Если только у них не стоит на это число, на это время какое-то другое мероприятие, то они всегда очень охотно откликаются, всегда и помогают нам, и тратят свое время тоже. Это низкий им поклон, без них точно ничего бы не получилось. Ну, опять же, спасибо им, что они не сгоняют детей принудительно. Они просто детям говорят, кто хочет идти. И у нас такого не было, чтобы никто не пришел всегда. Есть дети, наоборот, еще даже есть проблема, что не хватает работы. Столько желающих, что не хватает, чем занять. В этом учебном году волонтеры разработали программу по профориентации. Вместе с ребятами они уже побывали в салоне красоты, перинатальном центре и торговом доме. Знакомство с особенностями различных профессий должно помочь выпускникам в нелегком выборе, кем быть в будущем. Мы с волонтерами посетили много организаций, учреждений, но меня больше заинтересовал и перинатальный центр. Нас водили на экскурсию, много чего рассказывали, даже показывали, как мерить давление. Нам дарили маленькие сувениры в виде ангелочек. Мне очень понравилось, потому что я была в первый раз там. Еще одно направление, в котором работают волонтеры, можно определить так – сближение поколений. За этим громким названием стоит общение воспитанников детского дома с жильцами дома ветеранов. Мне кажется, очень важно, чтобы дети связывали просто пожилых людей с теми героями, солдатами, которые в свое время воевали, защищали нашу родину, страну и погибали за нас. Что вот это вот обыкновенные наши старички, которые с палочками ходят, такие вот, может быть, к старости лет не очень симпатичные, что вот они герои, чтобы дети знали об этом. Ребята вместе с волонтерами изготавливали поздравительные плакаты к 23 февраля и 8 марта. Несколько последних недель волонтеры ходят знакомиться с ветеранами войны, записывают истории их жизни и подвигов. К празднику Победы необходимо приготовить еще один плакат, но эта работа впереди. А самым ярким недавним событием стали каляды наоборот, когда ребята ходили не брать подарки, а их дарить. Добрый день, мать и добрый день, тата! Мы в Веларуси, как в родной ночи, где мы не были, в леса далеко, шуек в сталь веку, пуски веку... Этих два года мы уже ходим к ветеранам. В этом году ходили калядовать к ним. И перед этим нам подарили очень много сладких подарков. И у нас стоял на первом этаже сундучок, и туда все дети складывали по конфетам, кто сколько мог. И потом мы собирали подарки. Наши подарки они приняли очень радостно. Участники волонтерского отряда «Розовый слон» не ищут спонсоров и не устраивают шумных акций. Они почти каждые выходные приходят в детский дом, чтобы спросить у ребят, как дела, чтобы выслушать их и дать дельный совет, чтобы просто с ними пообщаться. Иногда за очень полезным делом, как, например, за строительством скворечника. Эта идея возникла в первой неделе марта. Волонтеры закупили необходимые материалы и предложили ребятам взять в руки настоящий инструмент. Работа оказалась не такой уж легкой. В течение одной из суббот скворечники мастерили и только через неделю красили. И то, и другое делали с увлечением. К внешнему декору подошли творчески. Не жалели ярких красок, ведь домик непременно должен привлечь пернатых жильцов. Красили по очереди и все вместе. Сама юная художница – дочка волонтера Анны. Младшая дочка у меня спрашивает, почему так получается, что дети без мамы, без папы, почему они живут. Я объясняю, что вот так вот бывает в жизни. Ну, то есть она о чем-то задумывается, вот, и хочет сюда приходить. Ей нравятся эти дети. Она сюда, если у нее есть возможность попасть, она всегда со мной идет, потому что ей нравится с детишками этими общаться. Она их любит. Готовые скворечники крепили в будний день, ближе к вечеру. Ведь многие волонтеры работают, имеют семьи, воспитывают своих детей, но все же успевают подарить часы общения ребятам из детского дома. Работа со скворечниками оказалась очень полезной мальчишкам. Коллектив сотрудников детского дома в основном женский. И мужское внимание, мужской пример, наконец, мужской авторитет особенно необходимы. Недаром на вопрос, кто же такой добрый человек, воспитанник детского дома Саша ответил, не раздумывая. Это Дима. Он очень добрый. Дима эти все мероприятия делал и готовил для нас. Мы сегодня привесили кормушки, и Дима нам помог. В скворечнике к деревьям прибивал волонтер Дмитрий. Ему помогала Анна, но и ребята в стороне не остались. Кто-то давал советы, кто-то порвался вскарабкаться на дерево, а кто-то рассказывал о себе и о добрых людях. Мне нравится, когда приходят волонтеры. Мне нравится с ними общаться. Мне нравится с ними работать. А сегодня мы вешаем скворечники для скворцов. Мы их сделали своими руками. Это взрослые, добрые люди, потому что они нам во всем помогают. Вводят нас на разные мероприятия, рассказывают нам о всем новом. О том, что мы не знаем. Когда к нам приходят волонтеры, я им помогаю. Это люди очень добрые, всегда во всем помогут. Мне очень нравится общаться, когда к нам приходят гости. Добрый человек – это смешной, ласковый, добрый и веселый. Дети, выросшие в семье, каждый день наблюдают за родителями и учатся. Следить за собой, опрятно одеваться, вести себя должным образом, проявлять уважение и терпение. Детям-сиротам не обойтись без старших товарищей, которые смогут в непринужденной беседе объяснить многие подобные вещи. Ну, разве условно-то открытый волонтерский отряд, вступить в него может каждый. Пишут люди в ВКонтакте, у нас есть группы, пишут, звонят. Просто совершенно разные люди к нам попадают от 21 до 35 лет. От студентов до уже работников, таких довольно на ответственных должностях. Наверное, они идут к нам, потому что они тут могут себя как-то проявить, потому что для них улыбка ребенка – для них лучший подарок. Главное, чему учатся дети, когда к ним приходят волонтеры, находить радость в общении и созидании, а не в банальном получении подарков. Сознание ребенка меняется. Он уже не потребитель, который будет всю жизнь ждать, когда ему кто-то что-то даст. Он будет познавать, трудиться, он будет стремиться и добиваться. В волонтерском отряде «Розовый слон» не гонятся за количеством мероприятий и не стремятся привлечь как можно больше людей. Главное, чтобы человек искал для себя ответы на вопросы, зачем он здесь и что он хочет и готов дать детям. Мое «Это не мое» нашла на Гродненском форуме ветку «Розового слона». А сейчас я уже так втянулась, я уже не представляю своей жизни без этого. Если мне приходится пропускать какое-то мероприятие, я очень переживаю. Хочется разорваться. Потому что тут мои друзья, во-первых, это волонтеры. Тут мои друзья дети. Мой второй дом не скажешь. Ну, практически, практически да. Как ни странно, ты что детям даешь, но они тебе немного больше дают. Они тебя воспитывают, ставят в неловкое положение. Ты кричишь, дома кричать не хочется. Ну, много плюсов. Есть дети, которые тянутся к нам. Есть дети, которые уже выросли. Еще очень интересный вопрос эффекта. Есть ли в этом эффект то, что мы делаем? Это очень спорный вопрос. И на него пока, к сожалению, мы не можем ответить. Потому что, может быть, даже не в наших силах, что изменить в детях. Но мы верим. Я думаю, что не каждый человек должен заниматься волонтерством, а исключительно тот, кто хочет это сделать. Он просто должен знать, как это сделать, и знать, куда прийти. То есть это какая-то внутренняя потребность. Я не могу сказать, что я это делаю потому, чтобы сделать мир добрее. Нет, я это делаю только потому, что я это хочу делать. Других причин нет. У нас не было возможности познакомить вас со всеми волонтерами отряда «Розовый слон». На сегодняшний день их полтора десятка человек. Всех этих людей объединяет одно – стремление дарить радость сиротам, помогать им научиться жить самостоятельно. И если вам тоже важно не брать, а отдавать, просто присоединяйтесь к волонтерскому отряду «Розовый слон», познакомьтесь с его участниками лично и вместе меняйте мир к лучшему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова